Программист Илмар Пойконс признался, он действительно и есть виртуальный разоблачитель. Сегодня в его защиту прошло несколько акций протеста. Народ требует, чтобы Нео оставили в покое. Все подробности у Скирмата Бальчута. Люди вышли на улицы. Они встали на защиту Нео. Человека, который, по их мнению, раскрыл тайну чиновничьих зарплат. И за это был взят под стражу. Свободу Нео, получая государственную зарплату, не прячься от общества. Линда, подумай, в Латвии быть умным и честным – это преступление. Эти лозунги написаны мелом на асфальте возле здания правительства. Я рисую надпись «Освободить Нео». Человек ничего плохого не сделал. Только сделал хорошее для латышского общества. Но его не поняли, очевидно. Протестующие все как один говорят. Мы к зданию правительства пришли сами. Никто их не привел. Они откликнулись на клич, который через интернет бросил студент-философ Арманс Лейманис. Клич этот подхватили новостные агентства. В результате у кабинета министров собралось полторы сотни человек. Полицейские протестующих не гонят, хотя акция протеста не согласована. Стражи порядка лишь просят людей не рисовать на ступеньках. Я спросил у полицейских, не будут ли они меня задерживать. Они сказали, что нет. Мы пришли сюда поддержать Нео, который попытался что-то изменить в этой стране. Акцию протеста поддержали и пенсионеры. Так рижанин Улдис Фрейманис пришел к министрам с вековыми цепями. В пятом году революционеров таких отправляли в Сибирь, которые жгли поместья, убивали всех. А сейчас демократию таких прячут. Просто такие жадные, тут просто за деньги все, чтобы не показать, что они из народа. За них что делать? Получают тысячи за паразитство. Но звездой протеста стала тележурналист Илза Наглов, в квартире которой полиция провела обыск. Конечно, чувство хорошее, потому что вот видно, что это не только мне, как журналисту важно, что есть свобода прессы. Но это важно и для людей, для тех людей, для которых мы работаем, что они поддерживают меня. И им это право на свободу прессы, на свободу слова тоже важно, и они готовы защищать это. Народ встал на защиту Нео по всем фронтам. Сегодня в парламент пришла бывшая учительница Илмара Пойконца. Говорит, он был скромным мальчиком, прилежным учеником. Она просит депутатов, чтобы они встали на защиту Нео. Я даже рада, что он использовал свои знания и показал себя человеком, который мог осмелиться сделать такой шаг. Потому что, собственно говоря, я думаю, что это воспринималось как в самом деле четвертая отмода, если так можно сказать. Есть люди, которые еще хотят что-то менять в этой стране, что-то наладить, чтобы было какое-то более-менее справедливое общество. И снова акция протеста. На этот раз возле генпрокуратуры. Собралось примерно 100 человек. Дрога с наступой гана! Дрога с наступой гана! Дрога с наступой гана! Спустя два часа после акции протеста от надписи защищающих Нео не осталось и следа. По приказу сверху к кабинету министров пришли работники предприятия Рига-Сдарзе Умпарки. Надписи, написанные мелом, просто смыли водой. Вечером спонтанную пресс-конференцию созывает адвокат Нео Алексей Лоскутов. Он приходит с опозданием, говорит, был в полиции. Пойконца отпустили под подписку о невыезде. Его не будут сажать в тюрьму до суда. Оказывается, он во всем признался. Действительно скачивал из СГД данные. Но делал это на благо общества и ничего не взламывал. Информация о зарплатах чиновников лежала на поверхности. Алексей Лоскутов полагает, что Нео освободили в том числе и благодаря давлению со стороны общественности. В какой-то степени может быть. Но я думаю, что исследователи очень хорошо понимают, что более строгая мера пресечения была бы несеразмерна и оставила бы впечатление определенного произвола. По словам адвоката, Илмар Спойконс действовал один. Никакой армии четвертой Атмоды на самом деле нет. На пресс-брифинг, ставший латвийским Робин Гудом Нео, не пришел. Устал. И очень соскучился по своим маленьким детям. С Кирмой Табачута, Лаурис Каркленч, телекомпания ТВ5. Оппозиция требует отставки министра внутренних дел.